Позвольте мне рассказать вам историю жизни одной сестры, Элэйн Эйтс из Грансвилла, штат Юта. В начале октября, 10 лет назад, она поцеловала на прощание своего мужа Леона, отправлявшегося на работу в Солт-Лейк-Сити. Она видела Леона живым в последний раз. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем 20-летнего молодого человека, который опаздывал на свою первую работу и пытался его обогнать. Это привело к страшной трагедии, результатом которой была мгновенная гибель обоих. По словам сестры Эйтс, после того, как два дорожных полицейских с сочувствием сообщили ей это известие, она впала в отчаяние. Она пишет, пытаясь думать о том, как жить дальше, я видела впереди лишь мрак и боль. Оказалось, что лучший друг ее мужа был епископом прихода, который посещал тот молодой человек. Епископ позвонил сестре Эйтс и сказал, что мать молодого человека Джолайн Уилмар хочет поговорить с ней. Она вспоминает, для меня это было потрясением, потому что я так погрузилась в свое горе и боль, что даже не подумала о молодом человеке и его семье. Я внезапно поняла, что его мать страдает не меньше, чем я. Я тут же согласилась на ее приход. Когда брат и сестра Уилмар пришли к ней, они выразили глубокое сожаление по поводу того, что их сын стал причиной смерти Леона, и подарили ей картину с изображением Спасителя, держащего на руках маленькую девочку. Сестра Эйтс сказала, «Когда мне становится совсем трудно, я смотрю на эту картину и вспоминаю о том, что Христос знает меня лично. Он знает о моем одиночестве и моих испытаниях». Один стих из Священных Писаний звучит особенно утешительно для сестры Эйтс. «А потому ободритесь и не страшитесь, ибо Я, Господь, с вами и буду около вас». Каждый год в октябре сестра Эйтс и сестра Уилмар, они обе сегодня здесь, в конференц-центре, идут вместе в храм и благодарят Христа за его искупление, за план спасения, за вечные семьи и заветы, которые связывают мужей, жен и целые семьи, находящиеся по обе стороны завесы. Сестра Эйтс написала в конце, «Благодаря этому испытанию я почувствовала такую сильную любовь моего Небесного Отца и моего Спасителя, какую никогда не ощущала прежде». Она свидетельствует, нет такого горя, такой боли, такой болезни, которую не могло бы исцелить искупление Христа и любовь Христова. Какой замечательный пример любви и прощения продемонстрировали эти две сестры. Это позволило искуплению Иисуса Христа проявить свою действенную силу в их жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...